Роман Фоминок 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 И надо было очень быстро договариваться, мы смогли это сделать, и теперь я рад, что рейсом Аэрофлотс номер 103 из Нью-Йорка к нам сейчас прибудет Роман Фоминок. Какие надежды возлагаются на Ромку? Такие же, как и во всех других командах на него возлагали. Надеюсь, что в отличие от всех других команд здесь эти надежды реализуются в полной мере. И он покажет всему миру, что не только Роман из Новокузнецка умеет классно играть в Virtus.pro, но и Роман из Киева тоже умеет классно играть в Dota. Ну что, ребята, сезон начался, и уже прямо сейчас проходит масса турниров по Контре и по Доте, а наши друзья из Parimatch дарят бонус всем фанатам Virtus.pro. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии, регистрируйтесь и заряжайтесь победой вместе с Parimatch, а для удобства используйте приложение для iOS и Android. Привет, золь! 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 Здорово. Привет, золь! Привет. Вот он, наше солнышко приехал, прилетел. Как ты долетел, дорогой? Ну, как тебе историю рассказать про то, как я сидел? Да. У меня была женщина сбоку. И вот, знаешь, когда ты опускаешь поручень, он как бы, да, подлокотник. Он не до конца сныл, потому что мешала ее немножечко левая часть. Фигура у нее хорошая была. И я вот так вот 9 часиков отдыхал. Ну, в принципе, нормально, нормально. Сейчас еще 5 минут поработать на медийку и отдыхать поедешь. И, наконец-то, можно, да, быть на нормальной кроватке, лечь, отдохнуть. Ромочка, всем интересно, кто написал тебе первым, кто позвонил тебе первым, кто позвал? Ну, смотри, история заключалась так. Я сначала сказал парням, что я бы очень, очень хотел бы с ними играть. Ну, и потом, типа, Леха сказал, я тебя услышал. Они там думали, решали с Вованом, кого, ну, как бы, они хотят брать. И потом, вот, они мне не сказали ничего. Я, типа, думаю, ну, ладно, типа, не взяли, так не взяли. Поехал на буткемп в Нью-Йорк, играю, уже все получается у нас с ребятами. И тут посреди, по сути, тренировок, у меня звонит Леха, ну, с Вованом. Говорят, ну, что, Ром, давай, поехали. И я такой, эмммм. Ты сразу поверил, что это правда? Ты не подумал, что они прикалывают? Да нет, конечно. Серьезные люди все-таки. Пожаровые, да? Да. А как тебя отпустили из командочки, из Нью-Йорка? Как тебя провожали? Слезно отпустили. Ну, типа, мне очень было неприятно оставлять людей, там, за два дня до квалификации в таком положении. Но, как бы, когда такая ситуация, как бы, возникает, ты должен, знаешь, возможность это брать за руки и за ноги и зубами цепляться в нее. То есть ты давно хотел поиграть в ВП? Конечно. Ну, то есть я уже... I was admiring... Давай учили русский Ром. Короче, мне нужно, да, заново немножко улучшать будет русскому языку. То есть мне очень нравились эти ребята уже на протяжении двух лет. Я с ними, ну, хорошие друзья, по сути, мы, и, как бы, возможность поиграть с ними сейчас в одной команде, это, ну, это очень круто для меня. Как тебе далось вообще прощание с Америкой? Ты же тот человек, который мне два года назад рассказывал, как ты хочешь просто в Америке все рвать. Как ты отказался от этой вот североамериканской мечты? Уходя, не оглядываясь назад. Я просто ушел, закрыл дверь и все. У меня новый, новый чаптер в моей жизни. Ну, кто знает, знаешь, после Virtus.pro иногда говорят, в ЕГЭ забирают там тоже. Тоже перспективненько. Все может быть, да. Какие у тебя цели в Virtus.pro лично твои? Стать самым лучшим тиммейтом, которым я могу стать, и стать самым лучшим оффлейнером. Это мои личные цели. Достойные. А какие планы у вас с командой на ближайшие несколько дней? Познакомиться, обсудить, как мы, в принципе, будем налаживать рабочий процесс и как бы начинать тренироваться. У меня еще пара вопросов по ростеру. Во-первых, знаешь ли ты, кто будет пятым? Нет. Во-вторых, знаешь ли ты вообще эпилептик Кида? Играл ли ты с ним когда-то уже? Ну, с Егорычем мы успели поиграть пару дней, пока я еще был там в Америке на пинге. Он очень умный парень, и он очень похож на Рамзеса. Я не знаю, это просто вот его какой-то двойник. То есть его манера речи, она очень похожа. Ну, собственно, доедем до буткемпа, поведем его перекрашивать волосы. Ну, да-да, какой в красный будет у нас. Ну, можно по традиции в синий, можно в красный. Ромка, мы очень счастливы, что ты с нами, и, наконец-то, можно официально тебя снимать в наших видосах, а не просто, знаешь, так сбоку, типа, в резон, в резон. Ну, я всегда там был где-то рядом, появлялся. Ты всегда был рядом, это были пасхалки. Мы поздравляем тебя с наступлением в семье Медведей. Медведей.